Иногда люди выдумывают то, чего нет. Им кажется, что какая-то сущность управляет их разумом и их жизнью. Они совершают ужасные вещи, от которых можно сойти с ума. Я не верю в паранормальные явления. Я верю, что в бедах, которые совершают люди, виноваты они сами или те, кто их до этого довел. И для того, чтобы вы поверили своим глазам, а не выдумкам, я сняла разоблачительные видео о паранормальных явлениях в двух домах, в которых по рассказам людей творилось безумие. Меня зовут Алекс Мортен. И мы начинаем. Короче, Леша. Леша Мартинов. У нас, короче, свой YouTube-канал, и мы снимаем разоблачения. Да, мы на самом деле... Да, Дмитрий Масленников. Гастард. У нас тут тоже батарея раздражается здесь у камеры. О, нет, моя голова совершенно не соображает. Я обшарил все углы, но так и не нашел никаких доказательств, подтверждающих паранормальную активность в этих домах. А как же кровь там? Теперь я следую в заброшенный пенсионерский лагерь в России по просьбам своих подписчиков, чтобы выяснить правдивые слухи, которых столько лет говорят местные жители. В славянку левиту, интересно. Говорят, что в этом месте есть призраки погибших людей, а вдруг одного проживающего его самого так и не нашли. Тела этих людей тоже не найдены. Местные жители обходят это место стороной, а те, кого коснулась эта трагедия, не дают открывать двери этого здания в память погибшему и пропавшему. Я приехал в Россию, чтобы разобраться с произошедшим, выяснить правдивые ли слухи, найти этому доказательства, соблюдая свою традицию. Я заколачиваю за собой двери здания, чтобы не было соблазна покинуть его. Я стою здесь на несколько ночей, записывая репортаж. С собой у меня видеокамера, спальный мешок, рюкзак с вещами и едой. Он заколачивает за собой. Ну да, не обязательно, но все равно это подозрительно. А как расколачиваться? О, дурак! Нахрена! Так, день, днем ничего не происходит. Амека Геймс Презент. Нужно исследовать этот лагерь. О, боже мой! Так, мы сами паранормальные явления, где наши ноги? Так. Угу. Вот это зум. О, я помню! Да, у таких вешалочек, у шкафчиков были разные флажки, животные. О пожаре немедленно сообщите по телефону. Вот причины пожара. Ну, конечно, света нет. Вот наш заколоченный выход. Ой, чел, ой, чел. Нам нужно найти предохранитель. Англо-русский, русский и английский словарь. Я сделал перевод некоторых русских книг в колледже. И для помощи в переводе взял с собой русско-английский словарь. Нашел на местном рынке. Камера. Так, это нам не понадобится день. Спальный мешок, так как планирую провести здесь несколько ночей. Ну, посмотрим. Я бы одна точно не шла. Я бы взяла бы с собой коллегу. Новых успехов в космосе! У меня, кстати, был такой мячик. И такой трактор. Нужно взять в руки маленькое зеркало и встать напротив большого, чтобы получился коридор. Сказать три раза. Босоногая леди, покажи мне мою судьбу! А взамен отдам свои туфли. Мне тогда даже свою душу. Девочки в России любили гадать в лагерях и верили в существование всего паранормального. Кстати, мы так создавали коридоры, когда мы были маленькие. Но это правда. Было такое. Только мы не про туфли и... Как-то по-другому тетку звали. Было. Ой, трактор, грузовик. Господи, все. Так, дайте мне скидку на мой тупеж. Лофи, с добрым утром. Лофили. О, туалетные горшки. Что это? Угу. Окурки не бросать. А это что, в детских... Что? Такая маленькая пошла трехлетняя... Горшочек. В смысле? Вроде трудуборщиц. Это вы детям написали окурки не бросать? Или взрослые курили там, где дети входят в туалет? Аптечка. Ясно. Для работников? Ну, тут горшочки. О! Матрешечка. Киндер. Хотелось бы все дверки открывать. Вот, в такую розетку я в детстве вляпалась. Неваляшка тоже такая была. Кто-то кормил тут кошек? Или сам кушал? В 1958 году, к концу лета, родители звонили в лагерь, чтобы узнать, все ли в порядке с их детьми. Но никто не отвечал. Когда они приехали в лагерь, никого не обнаружили. Только брошенные вещи и беспорядок. Все местные жители помогали в поисках пропавших детей. Но все напрасно. Ой-ой-ой. Дела плохи. А, пирс? Ты что там делаешь? Пирс? У меня скопипастили кота. Пирс! Иди сюда, мальчик. О! Ой, а что ты там делаешь? А? Тебе что, тут не сидится? По заброшкам шарахаешься? А нечего. Ну, и что ты там делаешь? Сидит. Ну, давай вместе проходить, что ли. Кожаный, привет. Привет, Кожаный. Ой, мы тут в дерьме. Еще мы тут заколотили себя в этом лагере. Ой, сюрприз. Я очень переживаю по этому. По этому поводу. Кто-то трогал ручку только что моей заколоченной двери. Ага. Клянусь, зайца не было. Сейчас мне на лицо прыгнет. А я вижу странного зайца. Похоже, ну, погоди. Надо найти волка. Его здесь не было. Очень странно. Так, надо все снимать. Очень. Очень странно. Это как-то сверхъестественно он появился. Тут я видела еще одну куклу. А ее здесь нет. Господи, мне показалось, что это пирс, а это они мурлыкают. Но с котами здесь все хорошо. Значит, тут не убийцы тусуются. Котики живут счастливо. Так, где кукла? А я вам говорила, что брошенные мячики признак хорроров? Саша, Катя, Аня, Яков, Антон, Даша, Маша, Женя, Дима, Андрей, Ленна. Пирс, больно. Пирс, не облизывай мне ногу. Но тут нет электричества. Кто Китти обидел? Скоро стемнеет, нужно поискать свечи. Вот кролик, его здесь не было. Свечи есть. Котики разбежались. Пирс, больно. Опять этот заяц. Ну, заяц. Пойдемте ставить свечи. Бедня, нау. Ну, такой залетный, что предлунгс. Мы уже прошли две игры. Жесть, у нас нет ни зажигалок, ни спичек. Черт, как мы сюда пришли без таких важных вещей? Как мы готовились к такому походу? Она не боится. Смотри, что там фотография? Я бы покушала сейчас. Ой, нет, темнеет. Может, в горшках где-нибудь? Есть! Тут же курили, точняк. Теперь я могу зажечь свечи. Да. Теперь могу расстелить спальный мешок. Ну, давайте расстелю. Куда ляжем? Вот тут. Ох. Ой, зря ты себя заколотил, мужик. День первый. Точнее, ночь первая. Пирсик, все хорошо. Хоть-вык и поспишь. О, нет. Нам же надо ночью просыпаться, но без камеры никак. Надо ее взять сначала. Так, время. Ага. Водичка. Водичка. Доброе утро, Гаруто. Это кот. Ему... Где-то 7, 8, 7, 5, 7. Так, ну штатив хотя бы мы взяли с собой. Сигареты тут, кстати, остались. Я бы на обоим месте покурила их. Стой. Бабушки здесь не было. Жуть. Ну, кто-то оставил. О, нет. Вороны принесли фотографию, погибли. Это пирс. Привет, Серега. Ну, ты мой балдежный. Все хорошо. Мы идем. Мы идем. Все нормально. Все двери заколочены. Так, кролик опять мается на спине. А вот этого, кстати, недостаточно. То, что ты делаешь, там стучаться. Блин, это не смахивает на сверхъестественное. Сладких снов одна из. Ладно, есть плюсы в том, что двери запилены. Так, этого не было. Я не понимаю, что здесь написано. Мне нужно воспользоваться моим русско-английским словарем. Подожди. Я испугался и не знал, что этим все закончится. Я доверял и верил ей. Моя подруга Аня. Мне так жаль. Прости меня за то, что не смог остановить это. Что это? Мы все перевели. Все нормально. Что это? Что? Что с Аней произошло? Это на чьей двери было? Это Яков. Яков не смог помочь Ане. Так. Надо найти дверь Ани. Аня. У Ани ничего нет. Так, ладно. Там кто-то по потолку бегает. Кукла еще откисает. Но мы выйдем. Слушайте, перемещение куклы. Ладно, все равно не поверят. Про перемещение. Подумают, что я тут с другом приехал. И он перемещал куклу недостаточно, как доказательство. Стучания тоже недостаточно. Подумают, что друг стучал специально для пущего эффекта. Перс, ты мне хочешь татуировку свести? Продолжение следует. И слышите лись. Привет, Ван. он накормленный очень хорошим кормом он живет шикарно так 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 нам надо сконцентрироваться и расследовать молоток это наш молоток мы запилили двери никто сюда не пройдет нам нужно найти электроэнергии штучку свечи горят не понимаю что здесь напиток нужно взять в руки маленькое зеркало и вставить ага слушайте может делаем у нас есть зеркало вот тут зеркал не находили что а я помню такие медали были объемная барельефная у дедушки находила капсомольская правда ну идем направо получается опять кто-то по потолку бегает фотки нет ворон тоже а как так ворон то унесли они были по тп эту сторону интересненько конечно они были здесь ходят легенды что вблизи этого лагеря был приют для сирот и там жила странная девочка которая боялась воды она не мылась и не ходила на реку однажды старшие девочки решили на ней посмеяться связали руки и облили водой она очень сильно испугалась и убежала много дней ее не могли найти и решили что она мертва но однажды ночью она вернулась пижаме все мокрые и убила всех кто над ней издевался после этого ее дух полнолуние появляется в ванной комнате тут благо нет ванной комнаты злок слева мы туда не пойдем он меня байте это что мы не мир труп что а мир труд мои все новых предметов не ладно мы поведемся на байт пойдемте мне труп май я так прочитала мы тут уже все посмотрели но у заяц я бы его с собой взяла он симпатичный так эти звуки тоже недостаточно для доказательства они растет смелый и не бойся трудностей а смелым с пионерским звонким маршем мы идем на помощь старшим что что hey what's going on here what crew white c двери i'm american tourist i want i want to learn this place i have youtube channel спасибо за фолю open up i'm blogger так сзади кто-то будет ага нас забайтили повернуться мы же исследователи паранормальны мы многого дерьма повидали очи заяц будет на потолке и не говорите что я не говорила хоп ладно а нет опустите меня не пустить новых предметов не появилось я хотела в туалет кстати а ой как аккуратно сложен на улицу галл мы не винем мы не ведемся на эти провокации слушайте может уже этого достаточно привет не только что ударили дубинкой по голове что ли глухой глухой звук о мой бог моя голова фух так где мы у меня отжали камеру нужно эти мои видеокамеру о нет пионер без лишних слов малышу помочь готов правильно маленьким надо помогать так слушайте я помню там было увеличение а на е такие календарей тоже помню о тебе подкармливают геннадий поздно ночью когда люди уснут не нужно веселье не нужен шум пустозвон и бубенцы и горячи полны глаза придворные не знают что значит веселье для шута решает шут что хватит и он в ту ночь надев костюм печальный отправляет дворы короля отравляет дворы короля душе тоска но план тут не провальный не станет больше шут весельем для тебя чебурашка привет так теперь чебурашка нас будет преследовать походу да радио тоже такое было моя видеокамера там записка тебе здесь не рады слушайте я не понимаю что здесь написано мне нужно да вот словарь господи ток кто ударил меня по голове забрал свечи я должен выяснить что здесь происходит не должен ты выяснить ты достаточно снял уходи отсюда нужно постараться включить свет во всем здание давали отсюда нахрен не если я буду постоянно восстанавливать режим я помру кубики киндеры убирайся отсюда это просто пипец ну явно дали понять что тебе да у меня кстати была подобная детская площадка в лесу но это по дороге в соседнюю школу пожалей себя отдохни да я все понимаю там кто-то песенки поет эх трой твою мать твою мать нужно осмотреть эту комнату может уедем нахрен отсюда директор пионерского лагеря юность мария анатольевна а пропала как и остальные проживающие марии раньше заботилась о детях приюте для сирот с 1944 по 1950 год она была воспитателем видит и медицинской сестрой однако давала себя только работе дисциплина для нее было важнее всего поэтому родители доверили ей своих детей давай кузьмин отдыхает кисай заслуженный отдых будь чист опрятен пионер показывай во всем пример слушайте а лозунги то неплохие помогай помогай маленьким будь чист учись опять эти вороны обычная детская площадка о сюда предохранитель но это похоже на труп животного не на человеческий животный труп снова кроссдир да мы уже почти добили полоску на 2 dark souls мы первый сегодня прошли здравствуйте и прошли the among the sleep так отлично надо вставить вот эту штучку вот сюда так а где рубильник он что снаружи а вход мы заколотили ну провода ведут туда попросить кого нибудь снаружи это сделать хотя может прям здесь а как последний босс ну по немножко помаялись но убили и в dlc всех убили на правой кисти на правой кисти но это рукав ну и тут рукав я выкладывала в телеграм-канал фотографии с рукавом так а где вырубить еще фотка а мы ее видели спасибо а стой ведется расследование об исчезновении детей сотрудников пионерского лагеря юность который был открыт 1955 году под руководством директором Марии Анатольевны а подозреваемый в этом деле ребенок проживающим в этом лагере подозреваемый имя Яков в его шкафчике были найдены улики жертв что с ним случилось и где он находится сейчас неизвестно Яков но он же писал что Аня хотел помочь ракушка на что окровавленная ой звезда какая ракушка господи записка к Ане ну это все окровавленная дубина вот это улика утром так ну мы начинали все придорогая прогулки привет а как включить рубильник если рукоять с другой стороны для врубления ладно мы сегодня прошли Dark Souls прошли Among the слеп а 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 продолжение перекат а 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 kel 8000 о господи ногномар ты что сумасшедший спасибо огромное Надо его купить И обязательно пройдем После этого После оверлорда Нагномар Нужно купить его еще Ты что? Конечно будет вторая часть Это мы читали Обосрадушки Жесть Ох, Нагномар А помню Это Лего, да В детстве Как теперь Как это вот Работать тут И снимать Наше расследование Спасибо тебе огромное Нужно найти Рубильник 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 Ой, господи Ну он снаружи Как мы вообще думаем Его врубить Вкл-выкл Думаешь так Так что у нас тут Зум Во Думаете пойдет Просто вкл-выкл Там же Тут нет никаких Кнопочек О чем мы вообще Думали Когда себя Заколачивали Да Я нигде ломика не вижу Ладно Может Тут Повнимательней Тут еще Интересно Предметы Появляются Так Чебурашка На месте Геннадий На месте Да Нужен ломик А то мы вообще Отсюда не выберемся Ой Зачем он себя запилил О, а там можно как-то пройти О, да Можно Хорошо Опа Ну обычные качели Так Занимательная наука И техника Наивные сочинения Как и наш главный герой Я не знаю Чем он думал Ну мы нашли В коробке Но А Во Готово Нужно лечь спать Скорость Да какое спать Нет Нет Даже не думай Алло Черт Алло Меня слышно Пока свет Надо все Обследовать Какая horrible Попа Попа Какой Попа Нужно Попа Попа Ладно Блин, видимо нам недостаточно Да, все, идем спать Видимо нам недостаточно Видеодоказательств Все равно найдут До чего докопаться Сказать, что это все фейк Нужно больше пруфов Вторая ночь Камера напротив Хорошо Пирс Вы создаете мне дополнительно Дудка Коттон кэнди Курение вредит вашему здоровью Да, смотрите За то, что мы играли уже почти 12 часов У меня уже след на руке От игр Мозоль Игровая мозоль Вот, красненькая Так, ворон нет уже хорошо Но опять заяц В любитель перемещаться Да дверь же не запилена Не, мне не больно Все хорошо Ну вот я здесь Да, ты меня предупреждал Дух Но мне нужно снять пару кадров Я отсюда уйду Можешь потанцевать перед камерой В виде духа И я уйду Он путешествует по Вентиляции Бегает Возможно Консервы кушал Возможно Здесь ничего Ничего паранормального Просто такой Тут дикий ребеночек Бегает Надо запомнить Где находятся Выходы и входы Так Вентиляционные Вентиляционные Да Но Мы здесь Не у себя дома На четвереньках Передвигается Ясно С вентиляцией Находится этот ребенок На своей территории Он весьма Вот еще тут выход Ясно Весьма кровожадный Питается животными А что ему остается делать Консервы закончились Предупредил нас Что надо уходить И знает о нашем Месторасположении Потому что мы тут Ходим Шумим Снимаем Соответственно Я жалко что Юридически Что-то там Права То есть Если он захочет У нас Пригрохнет Конспектики Ну да Он такой Дикий Ребеночек Он Нас Может Спокойно Прихлопнуть Это его дом Его территория А мы Втордли С его территорией Хоть чтобы мы ушли Мы его не слушаем И скорее всего За это Поплатимся Потому что Видите Нам нужно Снять Все А ему хочется Спокойно жить Так Я доверял И верил И верил Ей Так Явно Эта девочка Здесь бегает И мы помним Ту девочку Которую на шандарахнула По голове Кому? Моя подруга Аня Это А ей А это Аня Это походу Девочка Аня Нас Шандарахнула Анечка У Анечки Нет Ничего В шкафу Интересно Напомнит Как ее зовут Ребенок Маугли Получается Так Я думаю Что надо Включить Снова Музыку Аня В соседней комнате Сент-Ба-7 Это там Где Ты В советском Доме С соседом Там Лифт Из кишков Дай Фисмос Ну такое На роликах Здесь Блин Все равно В комментариях Напишут Что он На роликах Проехал Черт Надо дальше Тут оставаться И снимать Только бабка На первом этаже Нет Я не играла Тогда В Сент-Ба-7 Да Про советский дом А Кстати Я там Купленова Не видела Мы не играли В нее Надо Да поиграть Не From the darkness Это другая Слушайте Я запуталась Что с режимом Какой режим Дракелиус О чем ты Так Нам нужно Продолжать Здесь снимать Придракелиус Потому что Нам могут Все равно Недостаточно Доказательств Но могут Написать В комментариях На нашем Разоблачительном Ютуб канале Тип Это твой Друг Стучал Это там Твой друг Проехал На роликах Или Ребенка Ты нанял Мало Мало Доказательств Надо больше Вот Прохат У деда Да ты прав From the darkness Мы играли Так Я за так Заплекается Ну это понятно Конечно Столько Время Да Ты прав Извини Да Мы играли From the darkness А в септембр Нет Надо будет Поиграть Недостаточно Доказательств Надо больше Доказательств Угу Извините Мне пару кадров Надо сделать Но она Понятно Хозяйка Этого дома Утащила Еду Чтобы мы Не съели Она сама Добыла Охотилась Хищник Решил Защитить Свою добычу А мы Явно Наглеем Раньше Этой Шкатулки Ты только Заметил Там фотографии Появлялись Заперто Наверное Ключик У Анечки В шкафчике Она оставила Нам подарок Надеюсь Там не сердца Ворон Так У Ани Ничего тут Нет Я не могу Таник 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 Привет Да мы Любим хоррор Мы всегда Играли в хоррор Мы чередуем Игры Да Эндемик Вот так вот Получается Марафончик Вышел Я бы Ребят Реально Выпрыгнула Вырвала бы Все эти доски Руками Но Нашему челу Нужны доказательства Да Любители А черт Не то Мы любим Конечно Хорроры Где лампочку Ну так получилось Мы уже Три игры Прошли Так Мы не дотягиваемся А Во Спасибо за фолу А все Нам уже не надо Добро пожаловать Что это за шкатулка Подожди Очень детализированная куколка Красивая Но Таких В детстве Я не помню Конечно Ну и можно взять Нет Красивое Что тут скажешь Я бы себе Хотела Такую Ох Очень близко А ее открыть Никак нельзя Посмотреть Что внутри Хороша чертовка Так Причем Тихо Она Это Сделала О нет Она Нас Съест Это Ловушка Я не ложилась Она Нас Шкатулочкой Отвлекла Ах А тут сигарет Нету Во У нас Зажигалка Есть Я думаю Самое время Курнуть Сигару Втянуться Ну как бы Ее и нет Главное Не обращать Черт Толчок И это Правда Для него Преграда Толчок Серьезно Это его Ограничивает Да я бы Просто Сквозь стену Прошла бы На самом То Деле Так Ну что У кого Яйца Есть Хоба Спасибо Яйца Есть Мы ее Переиграли Да что Что Тут Игрушка Мне Мед Ста Вот Сейчас Виола Спасибо За Фоллоу Вот Сейчас У нас Есть Все Доказательства Чтоб Свалить Отсюда На Хотя Все равно Найдутся Умники Которые Напишут Ой Это 3D Дик Пик Фейк Все Не верим Пошли Они Нахер Валим Валим Хотя Если Нашего героя Ограничивает Тумбочка Я не знаю Мы отсюда Точно Не свалим Зайчик Милый Как отсюда Уйти Пожалуйста Вот Я руками Вырву Эти доски Господи Что Лампочки Не берутся А те Кто Нескидал Дик Пики Нет Лампочки I Can Take Лампочка And Вставить Вверх Серьезно Я бы Когда У Человека Адреналинчик В крови Когда Состояние Адреналиновое Ты Способен На невероятные Вещи На сверх Скорость Сверх Силу Ты Втапливаешь Просто У тебя Превращаются Ноги В колеса Руки В базуки И так далее Ты Можешь делать Невероятные Вещи Когда тебе Страшно Ой да ладно Закрытая Дверь Вот это Полная Херня По сравнению С тем Что мы Пережили Ох У нас Достаточно Ой как Темно Лампочка Нет О нет Да И сверхнамы В туалет Способен Аня Остановись Анечка 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 Булочка Давай Прократим Это все А Давай Ты просто Дядю Выпустишь Дядя Включишь Свет Или Давай Я высплюсь И я уеду Отсюда Давай И мы Разойдемся По мирному Сонный паралич Ой Никогда не испытывала И не хочется Испытывать На самом-то деле Анечка Выпусти Дядю Пожалуйста Анечка Не слышит Блин Анечка Сейчас нам На лицо Прыгнет Ребят Ладно Может Это ее Переубедит Яички Якова Я могу Взять Вот эти Киндер Сюрпризы Так Аня Я знаю Твоего друга Якова Я расскажу Что ты Плохо Себя Ведешь Так Если Аня Умеет Снимать Доски То Если бы Она хотела Чтобы мы Ушли Она же Так Спокойно Снимает Эти доски Там же Было Все Заколочено Почему Аня Не сняла Мне доски На выход ТГ А у нас Закреплено ТГ Почему Аня Не может Помочь Мне Свалить Значит Ей Скучно И я Ей Нужен Но Она Мне Уже Не Нужна Я Собрала Достаточно Материалов Для Нашего Ютуб Канала Разоблачения Так Ясно Она Нас Ведет По Коридору Так Тут Была Шкатулка Да Мы же Не нашли Ключ Нас Немножко Отвлекли Аня Аня Открой Дядя Дверь Я Поняла Да Ты права Надо Отсюда Уходить Я не могу Птичку Жалко Да Жалко Надеюсь С котиками Все хорошо Что Что такое Вайпер Что такое Все нормально Мы догоримся Санечка Да За что Мы догоримся Санечка Все хорошо Все хорошо Вайпер Она Нас Выпустит Мы провели Ей электричество Я думаю Она нам За это Благодарна Где Этот Гребаный Ключ Шкатулки А Она нам Вырубила Обратно Значит Аничке Нравится В темноте Тусить Ясно Еще одна Шкатулка Попить Водичку Спасибо Вы поддерживаете Во мне Водный баланс Так Его Ох Как я Не хочу Смотреть На потолки Теперь Нельзя Снова Активировать Эларион Привет И как Наш Главный Герой Сюда Пошел Без Ожигалки Без Оружия Так Ну Может Блин У Шкафчик Хотя Тут Предметы Появляются Возможно Какой-нибудь Ключик Появился Ой Мой Рекорд По-моему 18 Или 19 Часов По-моему Глазки Устают Я их закапываю После стрима Конечно Устают Ребятки Я постоянно Укомпасив О Она нам Принесла Ключик Демки Открывай Шкатулку Конечно Она нам не даст Тут спокойно Пройти А не Дала Так Другой Дневник Сегодня Ежегодный день Открытия Моего лагеря Я готовилась К этому Три года Для того Чтобы Это лето Было для меня Особенным За эти дни Я воспитываю В них Настоящих Людей Они мне Очень Помогут Окей Ночь 58 После сильной грозы В здании нет света А мы ребенок Или мы воспитательница Фонарик Ага Мы воспитательница Да Мы узнаем 58 До года Да Не Криво Да Вайпер У меня есть Знакомые Не Работает Которые Путешествуют Анечка Это Наверное Яков Нарисовал Так Это Мое Рабочее Место Врачи Ставят Неправильный Диагноз Ване А ему Нужно Сделать Пересадку Сердца Только Это Поможет Это Может Помочь У меня Уже Нет сил С ними Бороться Мы Приняли Решение Больше К ним Не Обращаться Я Вылечу Свою Сына Сама Чего бы Мне Этого Не Стоило А Это В тумбочке Лежало Дима Проверяю Сейф Кто-то Нашел И спрятал Мой Ключ От Сейфа Ага Детки Угу У кого Там Мой Ключик Ну Анечка Почему Что Произошло Мне Интересно Что Что Поспособствовало Всему Этому Вот Они Хорош Тебе Игры В GTA Что Тоже Произошло Санечкой Так Шкафчики Да Игрушки У весы Такие Игрушки Мы Помним Путь Зорок И Ярок Пионерский Фонарик Интересно Мы Не Можем Заглянуть Шкафчики А Канечки Можем Так У Анечки Здесь Просто Шкатулочка Интересно Почему Мы Только Канечке Можем Заглянуть А где Яков А нет Подожди Это Якова А не Анечки А Канечки Мы Не Можем Ансул Нет Мы Не Можем Восстановить То Чего Нет Мы Просто Получаем Удовольствие От Время Препровождения Просто Сегодня Стрима Уже Точно Не Будет Ну Получается Он Уже Идет Два Дня Поэтому Кто Это Пакостит Дети Воспитатели Спят Не буду их Беспокоить А Там Детки Сейчас Кто Это Вообще Велосипеда Тут Я Не Пом Да Так Что Второй День Кто Посмел Вы что И зарплаты Ваших Родителей Ладно Отправлю Счет Маме Вороне О боже Мой Бедная Ворона Дети Спят Будить Нельзя А почему Я не сплю Я заработалась Да я Ворона Я Ворона На 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 Нужно Найти Ключ От Сейфа Но Где Он Может Может Там Где Мелочки Может Быть Шкатулка А я Не могу Ее Трогать Давайте Попробуем Еще Раз Но Я Не Могла С ней Взаимодействовать Хотя Тогда Зачем Дверь Открывалась Нет Да Это Третья Игра На Сегодня Почему Она Не Спит Может Тут Снизу Где Нибудь Ключик Ой А нормально Так Детям Сидеть Жестко У нас Конечно А Не Все Нормально А Это Такие Специальные Стули Без Передних Ножек Вот Это Кстати Впервые Вижу Интересно А Как Мы Так Не Заметили Аня Нам Нужно Бежать Это Все Из-за Директора Я Шпионил За ней Она С кем Ты Разговаривала О чем То Плохом Ты Должна Мне Поверить Предупреди Всех У нас Мало Времени Пока Я Спрятал Ее Ключи У Себя В Шкафу Мы Можем Успеть Помоги Мне Вот Засранец В смысле О чем То Плохом Кос О Не Все Нормально Ключ Ага Вот Как Он Где Он Яков Отсутствует А стекло Разбито Яков Испортил Противогаз Джулиана Доброе утро Мы Работали Вместе С Алексеем Сергеевичем В приюте Для Сирот Тогда Я Действовала Неосторожно И На Меня Поступила Жалоба Директору Пришлось Закрыть Приют Меня Отстро Так Тогда Я действовала Неосторожно На Меня Поступила Директору Пришлось Закрыть Приют Меня Отстранили От Медицинской Деятельности Сейчас Я не допущу Такой Ошибки Ведь О нашей Договоренности Знает Только Он Я Должна Продолжать Находить Ему Людей Чтобы Собирать У них Поч Что Клеймор Буду Искать Да Миша Привет Тут Пипец Так Мы Работали Вместе С Алексеем Сергеевичем В приюте Для Сирот Она У них Собирала Органы Она Жмет Работник Есть Какой-то Опыт Тогда Я действовала Неосторожно Тогда Я действовала Неосторожно И на меня Поступили Жалобы Директора Пошли Закрыть Приют Ее Пересидите Ну Конечно Если Вот Она Такой Хреновый Если Она Такой Монстр То Если Сирот То Их Никто Не Найдет Никто Не Будет Спрашивать Это Вот Очень Легкая Жертва Для Таких Уродов Сейчас Ведь о нашей договоренности Знает только он Вот О чем Говорил Яков Я должен Продолжать Находить ему Людей Чтобы Собирать У них Почки А Алексей Сергеевич Поможет Провести Операцию По пересадке Сердца Ваня Ее Сыну По всем Показателям Из медицинской Карты Яков Идеальный Донор Я Подстрою Несчастный Случай Его Никто Не Будет Искать О О Она Начала Помогать Алексея Сергеевича Под условием Если он Поможет Найти Сердце Какой же Ты монстр Тетя Мне нужно Распылить Сонный Гар Чтобы Всех Детей Могли Перенести В госпиталь О нет О нет Нет В лагерь Приехал Особенно Мальчик Яков У него Нет Родителей И родных И он Стал Моим Любимцем Ведь Он Так Похож На Моего Сына Ваню Как Я Хочу Его Увидеть Яков Хороший Мальчик Хоть и не Говорит Но Он Все Понимает И Делает Все О чем Я Попрошу Прошу Ведь Мне пришлось Встретиться С Адик Какое Жимы Чудовище Господи Яков Яков Я тебя умоляю Прячься Яков Беги Я иду О нет О нет Хорошие почки Послушные О нет О нет Да Мы прошли Миша О нет Он Сам Распылил И Стоит В противогазе Да Ой Здравствуйте Здравствуйте А я Тут Просто Мы У нас Технологич Все Правильно Тетю Надо 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 Закрывать Конечно А если Заяц Это Яков А Анечка Клоун Дневник Мария Я не могу Его открыть Не могу Взять Словарь А все Я русский Мне не нужен Словарь Я все понимаю Ой Дети Мне так Жаль Мне так Жаль Мне так Жаль Надо Уходить Отсюда Понятно Почему Противогазы Ох Комната Занято Там Кто-то Есть Так Надо Уходить Отсюда Ох Детишки Детишки Мишка Мишка Был В прошлой Игре Уходи Уходи Господи Ты Сума У нас Яков Илья Илья Украли Лампочки Здесь я с добрым утром Там Кто-то Спит Ладно Не будем Его будить Подождите Мой спальный Мешок Он На Месте А Ну Кто-то Там Спит Так Не нужен Мой спальный Мешок Записка Тебе Ж Сказали Су Чтобы Ты Убирался Отсюда Это Яков Оставь Покой Это Место Дневники Марии Остались Пустые Страницы Можешь Использовать Их Чтобы Ответить Я Слышу Что Он Стоит За Дверью Так Там был Блокнот Давайте Ответим Ему Только Пожалуйста Подбирай слова Подбирай слова Правильно Правильно Ну он же Ну он же Ясно Дал Понять Уходить Напиши Помоги Мне Открыть Дверь И я Уйду Он Он Разозлится Он Разозлится Запикивание Это Го Экселар Тут Кстати Когти На двери Вот Яков Тут Подключил Свои Сверхспособности Чтобы Мы Ушли Сюда Хорошо Алло 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 Все ГГ Мы Не послушались Якова Но Это Очень Нехороший Знак Яков Нам Сейчас Пропишет Конечно Звездюлей Ой Ты Дурак Мужик Он Написал Тебе Оставь Меня В покое Вали Нахрен Что Нужно Сделать Надо Оставить В покое И свалить Нахрен Все Кто Зайца Выпустил Он Убежал Туда Зайчик Икота Икота Переходи На Федота На Якова Это Заяц Написал Только что Я Прочитал Что здесь Были убиты Люди Это Вы Сделали Расскажите Мне И тогда Я смогу Ой Дурак Ну Ты сам Виноват Чел Ну Серьезно Ты Сейчас В очень Невыгодном Положении Ты у Якова Дома Яков Тут Все Знает Яков Все Слышит Он Сказал Тебе Много Раз Вали Отсюда Вот Сейчас Тебе Будет Конец Вот Что Ты Тут Свои Права Качаешь Господи Дурак О Не Сейчас Он Разозлится И Нам Все Пока Да Равис Добрым Утром Яков Нас Сейчас Убьет Это Будет И Это Будет Понятно Прикиньте Сейчас Я буду Подбирать Послушаться Интересно 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 Он Положил Бумажку Так Чтобы Увидеть В какой Момент Я ее Забираю Я Почему-то Уверена Что Когда Мы Сейчас Ее Возьмем Он Прыгнет На лицо И Начнет Нас Мочить Чекайте Мне Просто Интересно Потому Что До Этого Бумажки Так Не Просто Их Чуть Подальше От Двери Да Кабачок Мы Все Еще Здесь Меня Обвинили Но Я Этого Не Дел Уходи Отсюда Так Еще Раз Было А Нет Я Ошиблась Он У нас Не Прыгнул Ну Чел Он Устал Ну Уходи Тебя Тебя Зовут Яков Ты Здесь Один Уже Много Лет Господи Ты Дурак Ой Дурак Фух Котик Спит Все Хорошо Тут Кстати Был Серый Кот Черный Кот Белого Я вижу Впервые Котик Тихорющий Спит Отдыхает Нет Я не кушала Ну и печеньки Покушала Во время Стрима Кабачок Заботишься Ой Дурак Яков Ой Яков Господи Извини Яков Ой Дурак Этот Чел Наш Сейчас Получит Дурак хама. Это писал маленький мальчик, который в теле взрослого. Он или тут местный Маугли со сверхспособностями. Или Аня умерла. Она ему тут помогает, как аватар, не знаю, фамильяр со сверхспособностями. Но он тут, видите, кушал. На четвереньках передвигается. Ну все, это стопудово злость. Субтитры сделал DimaTorzok Да, здесь я могу общаться со своими друзьями. Мы охраняем это место потому, что это наш дом. Много кто сюда приходил только чтобы ломать наши вещи. Но друзья мне помогают прогнать чужих. Я боюсь, что кто-то меня увидит и расскажет, что я здесь живу. И те люди придут за мной. Я боюсь, что кто-то меня увидит и расскажет. То, чем я занимаюсь, значит, он нас не выпустит. Все, все в принципе понятно. его друзья. Спасибо огромное! Я сделаю это реликвии! Все, завтра сдаю математику и отдыхать стримы пересматривать. Рави! Спасибо, Жозе, 50 рублей! Удачи тебе с математикой! Держи в курсе! Ты молодец! У тебя получится, Рави! Еще чуть-чуть осталось! Удачи! Успехов, Рави! О, кролик! Кто твои друзья? Почему они здесь? О, Боже, дай мне сил! Что за дом она успеть? Ни о чем не пожалеть! О, Боже, дай мне сил! Чтобы челик выжил наш! Да, полоска заполнена. Ох! Он не про кошек. Духи этого места... Ну, вот он про друзей. Те, кого здесь мучили, они остались тут заперти. В тот день вечером после отбоя кто-то пришел. Наверное, это был тот человек, с которым говорил директор. Но он не нашел меня. А-а-а! Тот чел в маске. Он... Он... проводил операцию, видимо. Видимо, они договорились в одно время. Типа, она пустит газ, он придет и проведется операция. Я думаю, что... Но он не нашел меня, потому что он, наверное, спрятался в эту вентиляцию. Я думаю, что... Из-за этого он отравил всех проживающих и директора. Я буду кабачок кушать. Ух, ё... Нет, Грэх, нет. Мы не восстанавливаем. Это бесполезно. Какой ужас. О, боже. Тихо. Это духи детей. Все хорошо. Они просто пугают. Они не убьют. Может убить меня только Яков. Если мы правильно не договоримся. Все это задумал директор лагеря. О чем ты говоришь? С каким человеком она говорила? Тихо, тихо. Мы тут договариваемся с Яковом. Я тебе обязательно сделаю порцию. Спасибо. Это лагерь для сирот. И тут директор. По совместительству у нее есть метаобразование. Воровала у детей в прошлом сиротском доме органы. Сиротский дом закрыли. Приют. И это другой лагерь. И тут она решила начать делать. Но чел, с которым она сотрудничала. Ее опрокинул. И отравил всех. В том числе и директрису. А это единственный выживший, с которым я переписываюсь. Он спрятался, скорее всего, в этом вентиляции. И тут кушает, живет и так далее. И общается с духами погибших детей. У него была подруга Аня. Это Яков. Ну, я так предполагаю. То, что мы выяснили. Это все она. Я видел, как наша директор разговаривала с кем-то в старой больнице, недалеко от лагеря. Они договорились о том, что ночью выполнят свою работу. Тогда я понял, что это связано с нами. Но не смог всех предупредить. Я видел, кто еще там был, потому что испугался. А я не видел, кто там еще был, потому что испугался и спрятался. Утром я зашел в здание и никого не нашел. Ее сейфа тоже не было. Я подумал, что тот человек со своими помощниками всех унесли и спрятали тела в том здании. Мне пришлось тут остаться и жить в вентиляции. Только иногда выходить в комнаты. Ох, малыш. Он через дверь общается, потому что не социальный совсем. Кто там? Там Яков сидит. Мы с ним общаемся. Так. Ты подобрал слова? Мы. То здание заброшено, я смогу туда попасть? Why not? Надо с September 7 поиграть, да. Извините. Шкатулка была справа, да? Или у него? Так, это шкатулка Якова. В шкафчике не было, там была звездочка. Все, Яков зарядил шкатулку. Яков больше не отвечаю, пройти в заброшенный госпиталь. Нужно оторвать доски от входной двери. Вопрос, тебя выпустят теперь? Интересно. Он же против, чтобы кто-то об этом рассказывал. А ты спрашиваешь и снимаешь. Ну, посмотрим. Яков сказал, что здесь я смогу найти доказательства. Давайте осмотримся. Давайте, давайте. Ой, я думала, мы уже выпустили. Выучили русский. Так, это что только что было? Секунду. Фух, только что пришел. Замечательно. Он двери в этот раз не заколотил. Прекрасно. Какой ты молодец. Так, мы знаем, как тут все работает. Цепочки сейчас могут пропасть. Духи с тобой связаться хотят. Так, у Якова тут есть связи? Надо было со мной одного фамильяра отправить. Ну, тут по звукам надо ориентироваться. Блин, у нас с собой в заброшке нету. Ни кусачек, ни зажигалки. Дай, Сайбер, пяти тринадцать часов. Так получилось. О, доброе утро. Мы хитрецы, мы не поворачиваемся. А спать и когда? Да мне сказали, что эта игра ненадолго. Кто здесь шуршит? Мы не смотрим, значит этого нет. Прекрасно. Выхода нет. Ключ поверни. Скоро рассвет. Так, что тут у нас? О, разрисованный, миленькая. Эта дверь ведет в другой коридор. У меня с собой в рюкзаке есть болгарка. О, да ладно? Все, беру свои слова обратно. Он подготовился. Фух, здравствуйте. Это место меня не отпустит. Я должен закончить то, что начал. Ты только сейчас заметил? Отсутствие двери? А знаете, мы уже бывалые. Мы уже привыкли тут к вашим этим всем... Мы тут уже давно. Баночка, привет. Давайте все распилим здесь. Тоже мне тут понаставляют своих замков. Так. Что тут у нас? Записка. Не знаю, доживу ли я до утра, потому что сегодняшняя смена мне не дает покоя. Я хочу отсюда сбежать, но тогда мне не заплатят. Я слышу голоса, как будто я здесь не один. Мне показалось, что я видел женщину. Вернее, ее силуэт или тень. Она прошла сквозь шкаф в стену. Я боюсь идти за ней и отвлекать шкаф. Я не хочу проверять, правда ли это. Или, может, это все мое воображение, которое обострилось после стакана водки. В любом случае, там висят какие-то подделки из перьев и паутины. А такие нигде не видел. Выглядит очень жутко. Да и пахнет оттуда как будто мертвичиной. Ладно, выпью еще стакан и лягу спать до утра. Нормально. Свыкнется. Привет на Донатион. Рекс, добрым утром. Да, еще выпью. Вот, кстати. Так, мы еще отпилили там. Сейчас, подожди. Все. Все, можешь. Да подожди ты, господи. Я же там вот только открыла. Что здесь? Фиба, я знаю, что поступаю плохо, но у меня нет выбора. Я должна спасти своего сына Ваню. А вот директриса. Мне повезло, что Алексей Сергеевич согласился помочь. Я не должна его подвести. Никто не должен знать о наших делах. Спойлер. Алексей Сергеевич всех киданул. Детей потравил вместе с директрисой. А нехрен темные делишки промышлять. Интересно, а вот этот Алексей Сергеевич сам поплатился за свое? Это вот ужасное бесчеловечное поведение. Так, надо открыть, там стучали. Ну да, есть. Так. А? Есть, есть, скримеры. Все есть. Что это у нас? Операционная. Да, что ж. Если что, это тут не духи ходят, это у меня собачка клацкает когтями. Операционная. Операционная. Выглядит как операционная. Конечно, есть скримеры. Скримерли. Ой, записка. Так не пройти. Я не успела его спасти. Я не верю. Этого не может быть. Это не мой Ванечка. Я спасу его. Мне нужно срочно найти донора. Не успела. Я не могла в это поверить. О, нет. А. У нас просто направлять все хорошо. Ну, тут много времени прошло. Что? Мы это читали? Да. В смысле нет выбора? Ужасно. 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 Привет, мипарик. А зачем нам кусачки, если у нас есть болгарка? Ты жо? Ты жо? Что? А, нарезан. Уже. Так, а что нам осталось тут распиливать, запиливать? Ну, видимо, не все здесь посмотрели в этом помещении? Тут нет других проходов. Ну, Якова здесь нет. Хотя, наверное, ему интересно, что я тут делаю. Он, скорее всего, следит. Опять сверху капает, да? Доброе утро, Дмитрий. А, не, все нормально. Фуф. В прошлый раз, когда сверху капало, а там с проклятия девочка сидела на потолке. Все, это просто протечка. Никого нет на потолке. Вы что, не спите? Ну, мы сегодня прошли три игры. Dark Souls. In the... To the sleep. Или sleeping night. But we don't sleeping. And начали вот эту игру. Summer of 58. Потому что сказали, ну, это приключение на 15 минут туда и обратно. И вот мы тут. Не 15 минут. Among the sleep. Thank you so much. Всем тихо. А, вот дверь. Здравствуйте. Это вы хотели спасти своего сына? Это вы директриса? Приятно познакомиться. Спасаться. Фуф. Надо руки помыть. Господи, Сайбера, сука. Да ладно. Да ладно. Что здесь? Врач детского дома был задержан за незаконную торговлю органами в течение шести лет. Задержан. Он обманом ставил неверный диагноз и проводил операцию по долине почек. Директор не знал об этом. Но не смог дальше возглавить свою должность. Не знал об этом? Детский дом закрыли. Здание стало заброшенным. И начали работать в новом. Ах. А, нам открыли. Пошли. Ну, другой директор, да. Значит, нас ведут. Пойдемте. Курить на лестничных клетках и холлах запрещается. Так, идем в уборную. Нас опять сейчас встретят, да? А, нет. Черт, это ловушка. Нас сюда заманили. А я думала. Призраки. Почтительные. Просто нас проводят. Экскурсию показывают. Рассказывают свою историю. Они нас заперли здесь. Ну, может, мне здесь закурить? Чтобы они психанули? Экелнару. Ну, мы это практиковали. Ну, часто тоже не попрактикуешь, конечно. А то от моего здоровья ничего не останется. Ё-моё. Спасибо. Только сказал, что хочу закурить. Где? Как ты мелкий пиздец. Эта музыка звучит в аду. Через год после событий в 1950 году здание переключировали в больницу. Но при сокращении бюджета оно перестало работать. Сайвер, все нормально. Мы идем вместе за ручку. Все хорошо. Мы вместе. Все отлично. Мы на экскурсии. Есть кусачки. Но когда закрыто с другой стороны, тут не перекусить сайбер. Ой, Илья. Спасибо за фоллоу. Ну, конечно, тут проход появился. Как же без этого? Черт, мы были по ту сторону. Сейчас мы здесь. Вот эти перья! Про это писали. Никогда не видел таких штук. Это на Соника похоже. Красивые, кстати, палочки. Так, что тут у нас? Не вижу ничего подозрительного. В принципе, обычная хирургическая комната для умывания. Как за столько лет ее тело не разложилось. А это только... Тебя только это волнует, наш главный герой? Сейф. Надо почитать. Пусть... Такое чувство, что у нас спрыгнуло только что. Пусть тот, кто меня найдет, почувствует, какую боль перенесла мать, потерявшая свое дитя. Я проклинаю всех, кто не смог мне помочь. Я не собираюсь так просто уходить. Я вернусь! А вот это уже проблема. Потому что она, во-первых, с метаобразованием. С желанием всех мочить. Директриса. Это еще плюс 20 к строгости и властолюбию. И она еще очень злая. А как мы знаем, в Сверхъестественном говорили, что чем дольше дух в реальном времени, чем дольше, тем злее он становится. И теряет свою личность. То есть она, будучи живой, была злой. Какой же она сейчас. И чувствую, что наш главный герой не носит с собой соль. Я, кстати, шаги и слышу. Слышу. Так, что тут у нас... Спасибо за фоллоу. Добро пожаловать. Добро пожаловать, Леамаха. Тут документы от 1958 года. Алексей Сергеевич, о котором говорила Мария, ответил ей, что не станет больше так подставляться и отказывался с ней работать. Тогда о каком деле шла речь? И с кем она разговаривала, когда ее увидел Яков? А вот оно что. Значит, Алексей мог... Может, и отказался. Кто это был? Спасибо, Мэнни. Иначе была возможная операция. Есть еще кто-то. Документы о свидетельстве смерти. Это ее сын Иван. Он умер осенью 1950 года. Видимо, она не вынесла этого, сошла с ума. Она так хотела его спасти, что потеряла связь с реальностью. Бедная женщина. Фамилия замазана. А, я же говорю, она спрыгнула. А вот это очень агрессивный дух. Это не детки, бегающие по коридору. Ну, такие, которые пакостят, например. То, что было. Ударили там по голове палочкой. А вот сейчас, возможно, мы сдохнем. Скорее всего. А это что, сотрудники? Она их убила? О, нет. Она на потолке. Ну, это похоже, да. Всех, кого... Да, она на потолке. А, нет. Надо ждем, пока она нам проходку сделает. А стойте, нож. Нужно убираться отсюда как можно скорее. Я бы это сделала в первую... Я вообще бы сюда не захотела. А можно это закрыть обратно? Кстати, топаем не мы. Тут еще кто-то ходит. Сзади нас. Мы, скримеры, вот через сквозь нас пробежал. Фуф. Не поймали. Три недели спустя. Мы сюда вернулись три недели спустя. А. Мы пришли попереписываться с Яковом. Привет, Яков. Больше не нужно бояться, что тебя найдут и обвинят в том, чего ты не делал. Я бы всем позаботился. О том, что ты тут живешь со своими друзьями, никому не рассказал. Охраняйте дальше это место. Теперь это по праву только ваш дом. Твой друг Алекс Мортон. Правильно. Пускай тут живет. Раз хочет. Не надо его беспокоить. Я рада, что это расследование получилось таким интересным и уникальным. Мне удалось разгадать тайны 58-го года и помочь Якову обрести спокойствие и свободу. Об этом вы можете прочитать в моем блоге. Но нужно двигаться дальше. Я отправляюсь еще в одно место с ужасной историей, где ранее проживали ведьмы. И там у меня будет необычное дело. Об этом я расскажу позже. Ой, мужик, тебе что? Живется так вот? Господи. Жесть. Живи спокойно. Нахрена тебе? Ладно, ему по кайфу. Ему же нужно снимать дальше вот эти все видосы. Он выжил? Александр Решников. Он выжил? Это на самом деле в хоррорах такие концы редки. Решетников. Ой. Я думала, что его прибьет директриса. Так она была разъярена, там очень злая. Хороший конец. Правда, хороший. Подробнее в моем блоге. Мне понравилось. Молодцы. Природа, птички, заброшки, ведьмы, духи. Это не то, что нужно. Самый офф фифти эйт. Фифти эйт. Несколько дней спустя. Что? Это не конец? В то достижение. Так, продолжаем наше приключение. Батарея разрядилась. Мне нужно было дождаться человека, который купил этот дом. Но после его приезда, через несколько дней, что-то пошло не так. Это место перестало быть безобидным. Я здесь в ловушке. Я не думаю, что женщина из приюта в России могла привязаться и последовать за мной. Правда? А нож ты взял с собой? Интересно. Я бы в инвентаре посмотрела. Если бы взял, то вполне возможно, она с тобой. Этот дом обладает маятником для таких, как она. А что, если другие духи последовали за мной? Может, поэтому в тех домах я никого не нашел? В смысле ты никого не нашел в тех домах? Ты все снял. Мне чудом удалось сбежать из того заброшенного детского дома. Но в том, что я сейчас освобожусь, не уверен. Нужно постараться выбраться и предупредить того парня, что здесь оставаться опасно. А, то есть, не факт, что мы выжили. Не факт, что мы выжили. Окей, окей. Я думала, все, счастливее. Хэппи энд! А нет. Он взял нож с собой. Ну все. Все. Да. Вот. Директрису взял ты с собой. Теперь живешь с ней здесь. Он взял нож с собой. она зарядила нет вдруг она там стояла подзаряжала мою камеру ой я в кого-то упираюсь и и красоты мужик это конец все все закрывай свой youtube-канал сзади нас дух мстительный прощайся с жизнью здравствуйте тетя что мистер слог я не кричу когда мне страшно но практически и и Субтитры сделал DimaTorzok